Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 27 октября. Житие преподобного Нестора Летописца. Всякое событие, если бы не было закреплено Писанием, забылось бы и утратилось бы для знания. Так, если бы Моисей, наученный Богом, не оставил нам в своих книгах известие о самом начале и первом строении мира, а также о родоначальнике нашем Адаме, то вся эта продолжительность времени покрыла бы как тьмою и привела бы в забвение. Но Бог, сохраняющий в людях память о своих чудесах, в какое захочет время, воздвигает о Писателе, да бы последующее поколение, прочитавшее начертанное ими, могли этим воспользоваться. «Подобным образом Господь явил и в нашей русской земле, в святом Киево-Печерском монастыре, преснопамятного писателя, преподобного отца нашего Нестора, который просветил очи наши, изложив полезное для нас, и тем вызвал у нас благодарение Богу». Преподобный Нестор в 17-летнем возрасте постригся в Киево-Печерском монастыре в 1091 году, участвовал при открытии мощей преподобного Феодосия Печерского, трудился в составлении русской летописи и жизнеописаний киевских и печерских угодников. «Он написал нам о начале и первом устроении нашего русского мира, не только внешнего, но и особенно внутреннего, духовного, то есть об основании и благоустройстве на руси иноческого жития, насажденного, как в раю, в Святом Печерском монастыре, а равно о духовном родоначальнике нашем, преподобном Антонии, и о других, последовавших ему и порожденных его духом печерских святых. Одним из них был и засохвальный сей писатель, который совершеннейшие жития их записал не только тростью на хартии, но и подобными же подвижническими деяниями на непорочной душе своей. Этим трудом он и самого себя вписал в книги «И живота вечного», так что и сам он достоин слышать о себе. «Радуйтесь, ибо имена ваши написаны на небесах». В то время, когда преподобный Антоний посвятил себя безмолвии в пещере, а блаженный Феодосий строил монастырь, пришел к ним, желая принять в святой иноческий образ этот блаженный отец наш Нестор, имевший только тогда семнадцать лет от рождения. Еще не будучи иноком, он обнаружил навык во всех иноческих добродетелях, как то в заботливости о чистоте телесной и душевной, в добровольной нищете, глубоком смирении, беспрекословном послушании, строгом постничестве, непрестанной молитве, неусыпном бодрствовании и других равноангельских подвигах, в коих он был усердным подражателем жизни первых святых Печерских Антоний и Феодосия. От всей святой двоицы он принимал в своей цветущей красотой и юности всякую заповедь с такой любовью, как младенец, молоко от сосов, и как жаждущий олень воду из двух источников, текущих среди гор в пещерах. И действительно, своими писаниями он обнаруживает, какую великую любовь питал он к всем преподобным основателям монастыря, любовь, являемую не словом и не языком, но делом и истиной. Видя сияющие добрые дела сих двух великих светило российского неба, он усердно прославлял Бога в телеси своем и в души своей. После святой пред Господом смерти преподобных отцов Антоний и Феодосия блаженный отец наш Нестор и сам умер для мира не только мирскими делами, что он сделал еще раньше, не пребывая в Истусе, но и мирским образом приняв святый ангельский образ инока преподобного Стефана Игумена Печерского. Потом им же был он возведен и в сан диакона. Тогда, видя на себе двоякий ангельский сан иношеский диаконский, он со дня на день увеличивал свои добродетели, умерщвляя все плотские страсти и соблюдая всякую истину, чтобы совершенно освободиться от власти плоти и стать вполне духовным, а равно истинным рабом и поклонникам Бога. Ибо он хорошо знал, что сказал сам Господь. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине и подлинно. Чем побеждал Духа Лукавого, чуждого всякой истины, Нестор достаточно ясно показывает в своем Писании. Он обнаруживает везде величайшее смирение и постоянно унижает себя, называя себя недостойным, грубым, невеждою и исполненным множеством грехов. Когда же по внушению Божьей братья решили на совете выкопать честные мощи преподобного Феодосия и перенести их из пещеры в святую Богом созданную Печерскую Церковь, первый принял на себя сие послушание блаженный Нестор. Копая земли с великой верой и молитвой, он трудился всю ночь и ископал для святого Печерского монастыря многоценный бисер мощи преподобного Феодосия. Он вынес их из пещеры и был очевидцем великих совершавшихся при всем чудес, о чем сам свидетельствовал. И прожил он много лет, трудясь над составлением летописания. Памятуя о летах вечности, он благоугождал творцу лет, коему перешел в действие после своей временной жизни. Он положен в пещере, где и до ныне почивает его нетленное честное тело, источая чудотворение и тем свидетельствуя, что преподобный сей, составитель житий святых и летописи, приобрел для себя нетленное жилище на небеси и удостоился нетленного венца в Царстве Божием. По молитвам преподобного этого писателя, да сподобимся и мы быть вписанному в книги жизни Агнца Божия, лета коего не скудеют. Ему с Богом Отцом и Животворящим Духом подобает от нас всякая слава, честь и поклонение, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.